сегодня мы поговорим про темы манипуляции сознанием через авторитет это мощнейший триггер которые используются многими спецслужбами мошенниками организаторами каких-то мероприятий ну и в рекламе вот соответственно как это применять вы уже сами решайте я просто вам сегодня расскажу про то что это такое и где про это подробнее прочитать и приведу реальные факты из своей жизни и из соответственно экспериментов которые существуют так вот сегодня мы поговорим про такое состояние человека да как повиновение давайте вспомним давай вспомним с тобой те случаи жизни когда ты скажем работал где-то и у тебя был начальник либо ты приходила предположим в больницу в поликлинику на обследование либо тебя астана останавливал гаишник на дороге либо же тебе звонили в дверь не знаю там какими там специалисты либо жек да что ты в этом случае чувствовал и как ты себя вел скорее всего ты повиновал ну у тебя было повиновение то есть ты доверял авторитету этого человека и беспрекословно выполнял его соответственно какие-то там то что он просил тебя сделать да ты можешь сейчас включить все критическое мышление сказать нет я так не делаю я всегда думаю там у меня соответственно всегда голова включена я супер осознанный но к сожалению когда мы попадаем так называемое предлагаемое обстоятельство когда мы действительно верим не то что верим как мы понимаем что это не игра что это действительно реальная жизнь мы в 70 80 процентов случаев подчиняемся об этом написал ученый милграм да можете посмотреть почитать в википедии набрать эксперимент милграм а он провел эксперимент где значит у него в эксперименте участвовал три человека значит у него был экспериментатор учитель и ученик задача экспериментатор было контролировать процесс вот этого эксперимента задача учителя было передавать ток учить ученику который неправильно отвечал на вопросы и количество тока изменялось в шаг 15 вольт соответственно его результаты эксперимента просто шокировали он этот эксперимент пройдет в разных странах с разным полом с разным родом деятельности людей везде повторялось одно и то же 60 70 процентов вот этих вот учителей причем ученики были актерами но они в процессе эксперимента кричали от боли говорили что не болит сердце остановите пожалуйста то есть они просили там значит учителя направляли склонности к садизму значит они беспрекословно слушались экспериментаторы которые нужно продолжать эксперимент и в итоге там доходила отметка до 450 вольт которым он пускал ученику за неправильные ответы да там ученик был тогда привязан к стулу так вот ну многих из вас там у тебя может возникнуть вопрос да возможно эксперимент эксперимент был не совсем чистый потому что там возможно было больше мужчину который склонность к агрессии там а не знаю были какие-то садисты у которых склонность к садизму там вообще были кита больны нет он этот эксперимент проводил ни один раз не два не даже не 10 то есть причем не только в америке в разных странах с разным полом при разных обстоятельствах везде один и тот же результат был соответственно этот эксперимент нам говорит о том что люди склонны к повиновению да это у нас уже в генах сидит то есть склонность к авторитету к тому чтобы слушать какого-то там вот кого-то да кто нам говорит что нам нужно делать и при этом да то есть вот я когда это осознал там когда про это прочитал то есть но это было может быть там лет семь-восемь назад да я начал активно изучать психологию потому что я считаю до сих пор что психология это одна из самых мощных наук самое мощное оружие страшнее чем там любое другое потому что это сразу попадание в человека в сознании вот соответственно данный эксперимент он четко показал что люди склонны к повиновению второй случай которые которыми хотел вам сегодня рассказать это реальный случай по этому случаю сняли фильм фильм называется эксперимент повиновения про девушку официантку которая работала в макдоналдс и пранкер ну люди которые там шутят по телефону он позвонил в макдоналдс и сказал что одна из сотрудниц украла деньги соответственно эту сотрудницу по указке этого человека который представился сотрудником полиции посадили в отдельную комнату разделе ее и чувак который следил за тем чтобы она там сидела но один из сотрудников макдоналдс он переспал с этой девушкой то есть она ему отсосала да просто потому что офицер полиции по телефону это попросил то есть вдумайтесь офицер полиции попросил чтобы вот это официантка которая обвиняется в краже денег отсосала у него да и она это сделала это реальный факт из это реальный случай просто в наберите в википедии в гугле там видео есть с камер наблюдения где она это делает есть большое интервью где она реально признается рассказ что да я это сделала я думала что так надо я боялась там ну то есть пиздец реально просто трэш при этом это по телефону происходило то есть это даже не там не то что человек пришел там с пистолетом заставлял да нет это просто по телефону причем это происходило целые сутки то есть человек звонил представлялся сотрудником полиции и давал указание тому мужику чтобы он разделают официантку и и обыскал и чтобы они там заняли сексом ну это пиздец реально вот соответственно есть еще много экспериментов там можете почитать посмотреть на эту тему я думаю вам в двух вполне достаточно будет да как это можно использовать в рекламе в маркетинге все-таки я маркетолог и многие мои подписчики они интересуются именно рекламы маркетинг да как это где это используется да как это вообще принципе используется очень очень на самом деле часто это все используется просто вы это не замечаете да один из самых популярных примеров которые мне нравится это паста блендомет не только она но вот самый яркий пример по моему был у нее у них на пачках зубной пасты вот если вы помните да вот если вы там пользуясь пастой блендомет у них был такой график да значит выглядело это как-то вот так то есть был красный график да и был синий график вот так вот это был по моему вспомните кто вспомнил напишите плюсик что-то такое подобное было вот вспомните вот такая вот картинка была на пачке пасти пасты блендомет там либо там какой-то другой зубной пасты да вот если такое что-то припоминаете напишите плюсик вот а вот что вы ощущаете когда видите вот такой вот график вот есть красный красная полоса красный график да есть синяя полоса синий график то есть красный идет вниз синий идет вверх да вот что вы чувствуете что вы ощущаете какие мысли вам приходят в голову когда вы видите такие график такой график да напишите сейчас комментарии даже если вы смотрите в записи неважно я подожду просто напишите что вам приходит в голову напишите на не смотрите на другие комментарии просто сами напишите вот мне интересно а потом посмотрите что другие люди написали что вам приходит в голову когда вы видите вот такой график из красной полосы который идет вниз и синие полосы которые идет вверх при этом вы знаете что данный график расположен на пачке зубной пасты блендомет там либо какой-то другой это может быть шампунь еще что-то вот да все я думаю вы написали напишите напишите продолжайте вот я вижу комментарии есть вот по комментариям я вижу что ну ответы одни и те же это называется нейромаркетинг по сути да то есть я конечно не буду вам сегодня рассказывать весь там курс нейромаркетинга но эффект один и тот же то есть эффект какой мы видим мы видя данный график думаем что значит плохое уходит хорошее приходит грубо говоря да то есть что-то снижается плохое что-то хорошее повышается самый прикол в том что вы можете также в гугле это проверить этот график он не подписывался самый прикол в том что этот график не подписывали не было обозначение что значит блять красной линии что значит синяя линия просто вот блять картинку нарисовали шлепнули на пачку блендомет и у людей уже люди сами уже себе додумывали да что она значит что она означает но почему люди доверяют потому что же блять это же на пачке нарисован же блендомет второй пример значит все вы по-любому когда-либо пили свежевыжатые соки там фреши так далее да с этим понятно вот ну и соответственно если вам некогда ждать чтобы вам там выжили этот сок вы покупаете что-то типа вот такого да то есть вот есть пачка сока до написано стопроцентный сок апельсин апельсин да какие у вас ну и там естественно нарисован апельсинчик такой представим что это апельсин и там эти листочки апельсин до представим что я художник представим что это апельсин с листочками какие у вас мысли приходят в голову когда вы видите надпись стопроцентный сок апельсин причем это надпись сока встречается блять я не знаю там 80 90 процентов может даже 99 процентах пачках которые увидите в магазинах там и зато машин пятерочка азбука вкуса да везде бренды сок я тропикана не знаю там любые какие у вас эмоции что вы думаете когда вы видите стопроцентный сок апельсин что вы думаете напишите тоже в комментариях я когда впервые увидел данную надпись и не читал состав я это важно не читал состав да у меня было полное ощущение что это свежевыжатый сок да а если он еще и в такой стеклянным таре да то есть у меня полный осад что стекло это как бы качество да и когда я перевернул данную пачку начал читать состав там написано значит либо концентрат либо нектар там то есть как бы все что угодно кроме как вот свежевыжатый сок потому что свежевыжатый сок он не может храниться месяц два-три то есть максимум два-три дня дальше он стухает то есть как бы ну если он не стухает это уже химия это уже не свежевыжатый сок то же самое с молоком там там не завод там вот скажем другой пример когда там за вы там покупаете пачку сметаны там домик в деревне до домик в деревне деревне скорее можно назвать это химия химия какая-то в деревне потому что от домика в деревне от молока и коровы там вообще там далеко при этом мы доверяем почему потому что опять же психология доверие доверие к большому бренду к производителю вот как это используется в маркетинге я рассказал давайте пойдем пойдем дальше а нашему социуму очень выгодно чтобы у нас сохранялись ячейки да то есть мы с самого детства учимся быть частью какого-то социума какой-то социальной группы самого детства самый ран детства есть мы сначала ходим детский садик потом мы ходим в школу потом мы ходим в университет потом мы ходим на работу да потом у нас там своя компания где тоже своя и иерархическая лестница да и на самого рождения учит быть частью группы то есть вот ну я это называю еще эффект метро там знаю там вот скажем вы когда в метро спускаетесь все вы живете по правилам метро если вы едете в лифте вы живете по правилам лифта то время пока вы едете в лифте правила лифта какие не смотреть в глаза человеку смотреть лучше в пол либо на этот где отображаются этажи если вас попросили нажать на 9 этаж вы нажимаете предположим на ваш да то есть это правило определенный вот ну предлагаемых обстоятельств да такие же правил есть везде там в школе на работе в университете в метро в автобусе в троллейбусе в маршрутке там передай за проезд да это все определенные правила и мы учимся по этим правилам жить и человек у человека это уже в генах заложено что он не может без за какого-то авторитета который ему что-то там говорится сверху соответственно многие этим пользуются на то есть скажем если брать пример из жизни то скажем вот двум моим родственникам за последний год позвонили мошенники представились представителями сбербанка либо альфа банка и чуть ли там не сняли все деньги при этом двое моих родственников беспрекословно подчинялись их фразам их там установкам потому что они думали что они у них даже не было включено критическое мышление не даже не задумывались о том что это могут быть другие и когда я спросил какого хрена вообще так вот сделали у своих родственников да они сказали ну они же представились сотрудниками банка это важно все это вполне было достаточно чтобы чуть ли там не отдать все деньги да то есть ну благо там как бы все-таки есть там sms и так далее но там чуть ли там не не установили приложение там и не взяли все там пин-коды и так далее это пример того как люди пользуются этим да то есть когда кто-то представляется там каким-то авторитетным человеком обязательно там либо по должности либо по социальному какому-то там по социальной лестнице да там либо из какого-то учреждения да там государственного особенно мы беспрекословно подчиняемся при этом если копать еще копать еще глубже если почитаете про эксперимент милгрэма да то по сути он связал вот это подчинение и проявлено агрессию людей с нацизмом на то есть ему было интересно как так люди которые вроде такие же как и мы с вами там женщины мужчины да то есть как они вообще соглашались на то чтобы издеваться на времени за сжигать их там и за расчленять их там как у них в голове вообще это родилось это все группа социум то есть группа определенную группу которая рождается правило есть авторитет который им диктует что нужно делать и они беспрекословно этому подчиняются при этом это не значит что они были садистами это не значит что у них там были какие-то псих и психические отклонения это просто факт того что мы подчиняемся соответственно есть еще такое понятие как психология толпы да тоже вот если вы ходили на мероприятия да там поставьте плюсик были ли вы на каких-то масштабных мероприятиях либо на митингах да там либо на какие-то сборищах когда кто-то со сцены что-то говорит заметьте все беспрекословно подчиняются да или даже если не все сразу то если чек видишь чтобы большинство встает да там если там спикер попросил встать то он тоже встает потому что тут включается уже другой момент быть частью социума потому что мы не homo sapiens уже мужа homo social и мы часть социума и быть белой вороной для нас самое страшное поэтому мы всегда мы всегда боимся быть не в группе даже если у нас по жизни не знаю там мы бунтари так далее все равно мы хотим быть частью группы без группы нельзя нельзя выжить одному если мы бунтари то мы часть группы бунтарей да там если мы там соответственно там демократы мы часть группы демократов но все равно мы подчиняемся тем же самым правилам поэтому в психологии толпы просто заметьте придите на какое-то мероприятие посмотрите как люди беспрекословно подчиняются приказам да еще один пример жизни последний который вам приведу чтобы задумываться над тем что мы сегодня обсуждаем вот если кстати было вам полезно интересно поставляйте большее количество комментариев там спрашивайте что-то пишите свои там эмоции какие-то отзывы мне будет приятно я буду чаще выходить в эфиры и что-то рассказывать вам значит последний пример жизни представьте что вы пришли вспомните вспомни когда ты пришел в магазин последний раз да там ваш шанс там знаю там куда-нибудь вспомни вот этих вот охранников да там в кавычках которые стоят на счет на выходе и проверяют сумки там не спиздил ли это что-то там не засунули ты сырок себе в карман кто вспомнил напишите там плюсик тоже значит вот прям представь эту картинку вот и входишь в магазин что-то себе покупаешь значит пробиваешь товар и вот этот вот дядька который к тебе подходит будет слушать это молодой человек там девушка можно посмотреть вашу сумку да там покажите там покажите содержимое ваших пакетов сумки да и что делают большинство людей в данном случае они открывают сумку либо дают сумку этому типа охраннику да он там смотрит роется в этой сумке то есть они подчиняются вот нарисуйте эту картинку в голове нарисуйте да надеюсь вы нарисовали вспомнили я думаю всех то были такие случаи там в магазине одежды в магазине продуктов там вообще косметики неважно везде такие чуваки есть которые на выходе стоят там у нас какой-то там хренью либо просто там просят проверить сумку самое интересное надеюсь что все вспомнили плюсики поставьте кто вспомнил самое интересное что данные люди не имеют права залезать к вам в сумку они не имеют права дотрагиваться ни до вас не до сумки почитайте законодательство российской федерации без понятых без сотрудников полиции то есть должно быть два понятых два свидетеля которые подписали что они свидетели и готовы засвидетельствовать об осмотр без сотрудника полиции не имеет никто права залезать к вам в личные вещи но люди виде какую-то блажку типа аля там блять сотрудник чего-то там при этом эти люди даже не не полиция братьх они хуй знает кто это просто частная фирма охраны просто люди виде вот эту ебучую блажку они подчиняются и чуть ли там блять не отдают сумку смотреть вот вам пример просто из жизни что уже говорит там о когда реально там видишь как будто бы это там сотрудник полиции либо тебе звонят либо там еще как-то тебя обрабатывают по нлп там по психологии вот задумайтесь как мы живем люди которые строят ракеты блять и летят на марс там а не знаю там делают клонов овечек каким и супер классный развитая на этом ну социум какой человек стал умный при этом мы себя вот так ведем как животные потому что мы животные то есть мы как бы мы не развивались каким бы умные не становились мы все равно остались животными и мы живем по принципам животных соответственно тот человек тот человек который будет понимать эти принципы и может ими руководить манипулировать ну как бы сами понимаете какая у него силы в руках появляется вот надеюсь вам было сегодня интересно данных если было интересно ставьте большее количество лайков комментариев там и постите там отправляйте друзьям буду чаще вам рассказывать